Это вот штофник, я создавала месяц своими собственными руками. Все по старинным технологиям 19 века. Этот праздничный костюм носили женщины в Чистопольском уезде. Юлия Ахмедзянова воссоздала его полностью вручную по меркам из этнографического музея. Богаты рукава, воротник и самое главное – бары, который показывает достоинство и стать. Нарочито богатая вещь, которая обязательно должна быть, показать достаток. Дело в том, что крестьянское сословие зачастую могло брать даже у кого-то, как напрокат сейчас говорят. На выставке редчайшие образцы русского народного костюма Казанского Поволжья. 32 комплекта, которые носили в будни, на праздники, надевали на свадьбу. Это костюмы жениха и невесты. Считалось, насколько талантливой была вышивка на платке невесты, настолько хорошей женой она будет. Сегодня, конечно, подобные костюмы встретишь разве что на участниках народных ансамблей. Ты ощущаешь связь поколений, свои корни и понимаешь, что действительно эту одежду носили твои предки. Выставка народных костюмов – один из масштабных проектов и результат исследований экспедиции Центра русского фольклора на протяжении двух десятилетий. Ему самому уже четверть века. Центр изучает и сохраняет традиции русской культуры. С их участием проходят фестивали «Каравон», «Кузьминки», конкурс «Русская народная игрушка». Несмотря на то, что мы городская структура, но мы работаем и с республикой, это экспедиционные выезды, мероприятия по республике. Это энтузиасты, которые за четверть века собрали всех неравнодушных людей, которым интересны истоки, корни русского народа. Проект «Русский народный костюм» Казанского Поволжья вносит вклад в богатое, нематериальное культурное наследие Татарстана. Выставку можно посетить в культурном центре имени Пушкина. Вероника Гайнединова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705100.